Комментировать из-за решетки положение дел на фронте – занятие неблагодарное. Пока дойдет письмо, ситуация может измениться до неузнаваемости. Но сегодня я сделал исключение, ведь и ситуация совершенно исключительная – генеральное сражение за Херсон. На протяжении нескольких недель идет эвакуация населения, пропаганда ежедневно с утра до ночи нагнетает обстановку, а обе стороны готовятся к тяжелой битве за город, исход которой должен определить едва ли не итоги всей компании. Иииии что это было? Когда выступление генерала Суровикина показали в первый раз, я принял его за дежурная ситуация под контролем, ведь именно с этих слов начинается и не стал слушать до конца. Лишь при повторе я уловил посыл – ситуация под контролем, предлагаю оставить город. Херсон, триумфально взятый Путиным, без боя сдал Суровикин. С обязанностями громоотвода новый командующий войсками вторжение справляется на отлично, а генеральное сражение, из которого весь октябрь рисовали второй Сталинград, отменяется. Этот год не был богат на хорошие новости. Скажем, он побил по этому показателю все антирекорды на нашей памяти, и потому в произошедшее верится с трудом. В чем же подвох? Возможно, не дай бог, конечно, когда это письмо дойдет до вас, я уже получу ответ на свой вопрос. А может, кровавого побоища и вправду удастся избежать, и оставшихся жителей Херсона можно поздравлять. Мир Украине. Свободу России.